здравствуйте друзья письмецо дано программист в крупной известной компании работает год full time у нас грин карта проблема хотят уволить после ревью в начале говорили о пересмотре зарплаты после годичной работы именно после ревью я хочу сказать ребятам кто может быть не знает что в сша особенно если компания достаточно существенная по размерам там как бы строго там они по порядку работают развод делается скиллз ревью и какое-то там повышение зарплаты кому больше кому меньше но там несущественно ну там 50 процентов тебе не накинут ну что то есть это как бы обычный такой процесс говорят что улучшить к следующему разу там и тогда ирония в том что весь год их хвалили что они работают хорошо даже после этого ревью через год дали выходной в будни все так хорошо поработали все замечательный тут резко холод между людьми в команде перестали ходить все вместе на обед общаться именно в тот месяц когда дали время на исправление ошибок нестыковки игры менеджмента мы стремились именно в крупную известную из-за зарплаты бонусов акций компанию какая тут специфика увольнения как себя защитить какие права хороший вопрос какие у тебя права если от тебя хотят избавиться придумывая причину плохая коммуникация после работы год и привьет коллег тайное оценивание которое может повлиять на твою зарплату так как пересмотр именно через год где тебя они же оценили не очень хорошо а после требований ошибок после этого оценивания половина не твоя но тебе их слили ошибок видимо в коде и дают месяц на исправление а после намекают на увольнение ссылаясь на плохую коммуникацию из-за перебивания коллеги который выскакивая вперед всех хвалился о куске работы мужа как о своей на митинге менеджер любит когда ему кланяются это его тешит но мы не из той категории людей менеджер руководитель проекта приводит своих людей в проект с родины монреаль и строит карьеру какие есть права как себя защитить и не дать выпихнуть пока все нападки менеджера закончились ничем были даны перепиской и так далее и он признал что не не прав и он теперь в невыгодном свете перед своим начальством из-за этого и увольнение отменяется ждать развития событий с давлением типа не повысит зарплату лишат бонусов или могут не заморачиваться и сказать что вы тут больше не работ ты тут больше не работаешь заранее спасибо ну давайте причем мы и поговорим так по дороге побеседуем да друзья мы продолжаем я вообще читаю это письмо знаете так вспоминал всякие высказывания на этот счет вот ваку джавы есть там в песенке ах кабы вам служить на суше да только бленточки носить понимаете кабы получать все бенефиты и всякие такие дела и в большой компании работать только чтобы она жила по законам маленькой а не по законам большой а так не бывает большая компания и живет по законам большой тут ничего не поделаешь у меня бабушка она очень такая была но забавный в общении человек она выросла в кременчуге это на днепре полтавской области значит и вот в то время до революции еще там не было вот этих плотин водохранилищ были воронки там люди тонули шли купаться и вот общем она боялась она боялась воды с тех пор и вот она говорила такую фразу люблю марят люблю маратскую жизнь но воды боюсь понимаете получается вот вот то же самое вот люб люблю как оперативные бенефиты понимаете но не люблю вот эти вот а политику вот эту не люблю значит что тут сказать есть проблема которая есть естественная проблема всякой большой организации это бюрократизм это от оторванность человека от результатов труда понимаете не тот как молодец кто хорошо работал а тут кто подал тот кто выскочил тот кто значит там я не знаю на кого-то наехал схитрил с интриговал там еще что-то и любая большая организация этим всем страдает государство этим всем страдает громадные корпорации там и так далее я вам расскажу я работал в небольшом стартапе ну когда я туда пришел там было человек наверное 70 может быть ну да он уже разросшиеся был стартап там было человек 70 звался он broad vision это была по-своему легендарная компания потому что когда в июле девяносто шестого года эта компания вышла паблик это была вторая интернет-компания которая вышла в паблик после нэцкейпа нэцкейп вышел в апреле девяносто шестого года а эти в июле они вышли по 7 долларов там как-то неудачно сложилось они хотели там по 12 но в общем вышли по 7 и через четыре года они стоили по 750 и они каждый день росли это то есть это было что-то очень невероятное сказочное там и тогда так вот почему я рассказываю когда там в компании было еще немного народу но они планировали как-то большой ростом и так далее оказалось что люди наверху этой компании небольшой значит были из очень серьезных корпораций очень серьезно а создатель этой компании он перед этим сделал мультимедийный стартап который купила компания сайбэйс и он стал вице-президентом сайбэйса и в общем но ему там как-то было скучно он в общем создал еще одну компанию и вот вот стало вот это так вот люди которые стали во главе и которые все это строили это были люди уже из больших корпораций и потихонечку даже она вырасти уже не успела но там уже появились какие-то такие качества свойственные большим корпорациям то есть мне например было абсолютно без разницы на тот момент это не была еще большая она была маленькая но кое-что так вот душок так пошел и были ребята которые уволились оттуда со словами программисты серьезные были которые уволили сказали нет нет смысла работать в маленькой компании если она оперирует как большая потому что у маленькой свои преимущества у большой свои значит если ты работаешь маленькой компании и имеешь все неудобства маленькой компании без того чтобы иметь все преимущества маленькой компании на какой же смысл там вообще работать я хочу сказать что изначально все это началось проблема вот это у ребят началась с того что они поставили себе неправильную цель то есть они сказали это хорошо работать в большой компании это хорошо там бенефиты там акции там вот я не знаю там что там еще у них есть эти они не понимали что там еще есть кроме бенефитов и акций может им сказал кто они так сами не знали там я не знаю но если ты программист то есть грубо говоря кусок хлеба у тебя есть профессия в руках есть ты абсолютно не завязан вот на эту компанию на ту компанию там еще на какую-то компанию то единственная серьезная задача который ты должен решать тем более я так понимаю что ребят молодые это профессиональный рост ты должен превратиться в такого человека который во время найма ставит условия ему говорят вот идите к нам другие нет нет к нам только к нам и он а он говорит значит пацаны значит я вот работаю но раз два три 4 5 это для меня важно и когда ты только приехал страну ты еще не понимаешь что для тебя важно ты думаешь или может быть тебя сказал кто-то а ты не понимал что тебе важно вот там бенефиты бенефиты сегодня никакой ценности не имеют потому что сегодня бенефиты покупаются на свободном рынке за недорого пока ты молодой было время когда эти бенефиты были совершенно необходимы потому что не продавали на свободном рынке а если продавали то было очень дорого давайте сегодня это абсолютно не тот вопрос который ты решаешь если тебе допустим ты пошел там я не знаю консультантом работать и получаешь лишние двадцать тысяч год ну потратил три тысячи четыре там даже пять ну потратил на эти бенефиты и все и они у тебя не пропадут когда ты будешь с проекта на проект переходить там и так далее в отличие от большой компании вот он сейчас уйдет и кончится ваши бенефиты хотя а чтобы другой с компанией непонятно а будет ли ваш доктор которым вы ходите не дай бог значит там принимать эту страховку или эту страховку еще четко то есть когда в голове деформированная какая-то система ценностей эта система ценностей 9 начала девяностых вот я тогда приехал вот вот в то время вот так все рассуждали это должна быть надо стремиться к постоянной работе где есть бенефиты где есть там вот эти все примочки и тогда вы добавили а еще до этого были пенсионные планы от самих компаний до сих пор некоторые компании имеют пенсионные планы для своих сотрудников сами им пенсию платят как корпорации было время когда это было вообще очень распространено и так далее поэтому вот эта структура меняется но это как бы устаревшая модель в сегодняшнем мире то есть надо зависеть от себя но не суть не суть конечно хочется хочется защищенности я очень хорошо это понимаю ты приезжаешь в другую страну и тебе хочется защищенность но слава бог получили защищенность молодцы получили то чего хотели молодцы поработали год поняли что к чему поняли что корпорация это не то место где ты защищен корпорация это то место где ты винтик и от тебя не зависит ничего и всем на тебя наплевать как я не знаю на что ты никто и не что в этом смысл корпорации корпорация не может зависеть от этого человека или того человека надо перестанет быть корпорации я я не хочу сказать что корпорация это плохое место я хочу сказать что это определенного типа организации если вы например сегодня инвестировали бы вы ваши деньги в организацию в какую-то допустим да его и вам бы сказали вот эта организация но вот в ней вот этот парень если он уйдет но все деньги пропадут вы скажете нифига себе investment поэтому корпорация так не работает понимаете корпорация так и работает что вы винтик и вас можно заменить в любую секунду и в этом смысл корпорации в этом в этом ее достоинство понимаете а вы если выбираете роль винтика выгодите но я буду не здесь винтиком а в другом месте буду винтиком есть люди которые не хотят быть винтиком а которые хотят внутри вот этой структуры винтичной они хотят куда-то выбиться и в корпорации есть свои методы пробивания вот я например вверх наверх я например видел людей поскольку нам с unemployment присылают те кто потерял работу и надо как-то переквалифицировать и мы с довольно большим количеством людей разговариваем на предмет того там возьмем мы их не возьмем как чего там и тогда и вот я видел людей которые не то что по резюме а таки да действительно там скажем 10 лет человек проработал на должности там программистов какой-то очень большой организации при том уровень как бы квалификации этого человека ну если так немножко гротесково сформулировать уровень такой что он не знает какой какой страной дискетку ставить в компьютер но вот сейчас нет дискеток да раньше были вот не знает как какой стороной повернуть то есть человек настолько далек от мира компьютеров что представить себе это вообще невозможно человек не мог работать программистом если он ну то есть вот как будто 33 класса церковно-приходной школы закончил ну что это вот и дальше мне ребята объясняют агент это ты пойми это расходный материал это люди которые абсолютно необходимо они не знают ничего их набирают в какую-то структуру вот если сегодня ты менеджер но ты хочешь быть директором тебе нужно иметь три менеджера под собой ты начинаешь создавать липовые проекты которые никому не нужны ты начинаешь нанимать людей главная функция которых это сидеть тихо и не создавать шума никакого просто сидите все вот и да и вот она была таким значит планктоном значит компьютерным то есть она не знала ничего она сидела у компьютера и может быть даже что-то такое себе думала что она делает но ее задача была просто сидеть и создавать некоторые такой объем и вот дальше создается некоторые деятельности есть теорема такая как бы бизнес теорема что в любой корпорации можно абсолютно безболезненно 20 процентов народу сократить вот убрать 20 процентов никто не заметит вообще раздуто все понимаете потому что ты же не свои деньги дратишь ты же какие-то абстрактные этого они не поймешь не поймешь чьи происходит злоупотребление абьюз как у нас тут называют но но эта структура сама по себе абьюзив она такая значит и вот эти люди которые сами толком вот ничего этого ночи они начинают лезть просто по лестнице по этой но они должны уметь лезть по лестнице конечно это это тоже отдельный навык совершенно менеджер нравится когда ему лижут там чего-то и он из монреаля вы даже не представляете себе что такое менеджер которому нравится когда ему лижут вы поймете все менеджеры которые из бангалора и вот вы тогда поймете что такое когда лежит менеджер любит давайте это господи ну в общем да так вот тут еще как бы такие дополнительные культурные особенности добавляются к этому ко всему он даже не понимает что ему нравится когда лишь это просто часть его культуры где люди которые под менеджером испытывают искренне абсолютно искренне не фальшивая не то что даже уважение испытывают они пиетет испытывают к менеджеру давайте вот я помню света мне рассказывала она когда пионерский галстук ей повязали значит вот они там с девочками бегали по школе и отдавали салют портретом там ленина где-то а потом значит но им так нравилось салют отдавать они уже и мичурину отдавали там и я не знаю бутлерову значит так вот я к чему рассказываю что понимаете они они радостно отдают салют этому менеджеру ну понимаете они от души от чистого сердца и вы рядом с ними пропадете и менеджер будет думать что вы какие-то уж совсем плохие искренне вот значит к чему рассказываю все не так плохо все абсолютно не так плохо потому что есть человек человек не хочет участвовать корпоративно в этом бардаке и слава богу его никто не заставляет ну то есть либо он должен изменить отношение к этому и сказать меня не касается я планктон сижу мне тут все пофигу значит не ни в чем не участвую там кто-то куда-то лезет мне пофигу значит там и так далее вот он там себе сидит значит либо он говорит себе я не хочу участвовать в этой помойке уйди из помойки и все иди пойди в другое место и я вам скажу что это может быть небольшая компания и тоже с хорошими бенефитами кстати вообще надо сказать чтобы айтишная компания где программистов нанимают и так далее их сложно нанять их же их же дефицит большой чтобы там не было бенефитов они не наймут никого понимаете то есть не то чтобы ваш супруг сильно потерял бы в этих вот вот во всех тех вещах которые для вас важны были на тот момент чтобы он где-то что-то сильно потерял нет значит сосредоточьтесь на том он должен сосредоточиться о том чтобы сказать себе вот я сейчас беру работу с мыслью о том какая у меня будет следующая допустим через два года не через 10 и не то что я тут всю жизнь просижу нет 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 вот я сегодня беру работу через два года у меня будет другая я сегодня должен взять такую работу которая выведет меня на орбиту следующий в течение двух лет и вот этим занимайтесь так сказать технически технологически там профессионально вот вот как с этой позиции и все и а бенефиты приложится все остальные фишки приложится зарплата еще наверное больше будет чем чем в этом в этом и самое главное самое главное это получать удовольствие от жизни потому что сегодня ваш муж находится под стрессом он находится под стрессом это значит что в любой момент и ты не знаешь это будет завтра или через пять лет или через десять но может быть даже завтра он получит какую-нибудь болячку понимаете и вы с этой болячкой как супруга будет потом всю жизнь иметь дело как моя жена своим диабетом который тоже вышел на нервный на стрессовой почве это не было связано с именно с работы это было связано с бизнесом как бы социально до отношения там с людьми но но дело не в этом стрессу на есть стресс тот стресс который он испытывает тем более что стресс это не его стихия его ему это не нравится понимаете так надо бежать оттуда здоровье надо беречь забудьте вы пройти бенефиты никакими бенефитами этих этого ничего потом не окупишь то есть гораздо проще вообще вообще независимо от того о каких проблемах мы говорим но гораздо проще на проблему не нарываться чем потом исправлять чем потом исправлять последствия этой проблемы вот проще не уставать чем потом отдыхать понимаете вот то же самое здесь и самое главное что вы абсолютно как сказать вы абсолютно состоятельно давайте переверну вы абсолютно состоятельно против у вас есть все что вам нужно чтобы пойти изменить вашу жизнь к лучшему вы полностью контролируете свою жизнь единственно что вы как бы ну по новизне что ли да папа незнанию присвоили себе какие-то чужие ценности так на себя примерили и и теперь слава богу вы поняли что это не ваши ценности что есть еще другие ценности вы проходите процесс эмиграции вы начинаете вживаться в эту страну вы начинаете ее лучше понимать и это занимает ну у большинства людей которых я знаю вот так чтобы уже как рыбка так сказать плавать занимает ну вот от трех до пяти лет ну до семи у некоторых но вам проще у вас есть профессия у вас есть денежка который он зарабатывает у вас есть возможность проскочить там несколько лет быстрее потому что когда у тебя денежка есть и зарплата хорошая ты получаешь доступ к каким-то таким вещам которым не имеет доступа человек у которого мало денежки например там на покупка недвижимости там скажем отдых путешествие там и так далее то есть ты начинаешь быстрее проживать какие-то вещи которые у другого потребовали там больше времени может быть он бы никогда так не не прожил вот этой части жизни купил недвижимость продал недвижимость инвестировал инвестировал в другом штате знаете вы вы лучше к этому расположены поэтому вот скажите себе я не обязательно с первого дня там нахожусь в той жизни в которой буду до конца своих дней сказать пусть какое-то время пройдет все нормально я я я на самом деле за вас очень рад во первых то что вы уже здесь то что у вас грин карты то что работа у парня как бы он взял получил то что хотел он сейчас пойдет получит другую то что у него есть вот жена такая замечательная который письмо такое пишет и за мужа переживает понимаете это же вообще ребята у вас вообще все есть мэти у вас есть все вот и ну конечно тут неприятно там комара кусил здесь начальник дурной ну так и пошли все дальше и все вот я бы так сказал так что счастлива и рапортуйте о последующих успехах